За последнюю неделю количество выявленных случаев COVID выросло на 19%. Это достаточно много. COVID никуда не ушел, а заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог на 82%. На этой неделе в республике введен ряд ограничений. В медицинских и социальных учреждениях для сотрудников-постителей обязательно ношение масок. В больницах запрещено посещение пациентов. Приписывается при остановлении ущербно-воспитательного процесса в случае отсутствия по причине гриппа ОРВИ 20 и более процентов детей в группах и классах. Лучше прерваться на неделю и как-то ситуацию стабилизировать. Определена необходимость усиления режима дезинфекции соответствующих объектов, а также на общественном транспорте. В период зимних каникул в республике оздоровительной кампании планируют охватить порядка 13 тысяч детей и подростков. Для этого будут работать более 200 учреждений. Вся спортивная инфраструктура должна быть максимально задействована. Я, Марина Александровна, прошу проверить, как, в каком состоянии, там вопросы нахождения, питания, все вопросы должны быть под контролем. Для детей из семей мобилизованных пройдут новогодние елки. Учеников начальных классов пригласят на новогоднее представление на территории Казанского Кремля. Оно пройдет с 22 по 24 декабря. 25 декабря учащиеся старших классов пустят республиканскую новогоднюю елку в Татнефть-арене. Местным властям и ГИБДД президент поручил уделить особое внимание перевозке детей. Лично под вашим контролем, если определите начальник ГИБДД и на местах, они персонально отвечают за безопасность наших детей. Чтобы ничего не случилось, надо технику проверьте, водителей проверьте, сопровождение дайте. Это очень важно. Под особый контроль возьмут и безопасность на массовых мероприятиях. Учитывать будут и нестабильные погодные явления. Общественный транспорт должен работать бесперебойно. Дороги и дворы своевременно убираться от снега. На весь период новогодних каникул будет организовано круглосуточное дежурство всех ответственных служб. Минстрой, Минтранс, дороги, тепло и все остальные вопросы должны быть у нас в приоритете. Также Рустам Мениханов напомнил, что по всей стране проходит всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Президент предложил всем чиновникам и депутатам принять в ней активное участие. Дмитрий Иринин, Марк Кусаинов, ТНВ, Казань.